я всех приветствую на своем канале и пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступившим новым годом пожелать всем отличного здоровья исполнения всех желаний любви радости и счастья а также поздравить с наступающим православным рождеством сегодня речь пойдет о брасокотанте джерак фаерстар эту орхидею я получала 13 декабря видео о распаковке ссылку я вставлю в описании под видео эту орхидею я получала через группу вконтакте орхидеи из азии ссылку также оставлю в описании под видео вот 19 декабря уже распустилась наша котлея немножко о самой котлеи брасокотанте джерак фаерстар была зарегистрирована 2018 году и родителями являются котлеанта джерак фаер и бросовола лидерстар также вставлю фото с именитыми предками такими как бросовола на туза котлея клэндия а урантика миллери фурбези и гранулоза такие известные бабушки и дедушки в этой котлеи также вставлю фото заявленное поставщиком то есть на фото она такая яркая малиновая это вишневая красавица здесь получилось вот такого цвета но скажу вам сразу что она в процессе перецвета то есть с каждым днем цвет немножечко меняется то она была розовая потом она становится более желтоватой потом опять розовеет на кончиках листьев лепестков появляется какие-то сплэши потом опять исчезают в общем котлеи набирает свой цвет и я так думаю что это еще не предел что она еще будет меняться в цвете будем ждать наблюдать принципе цветки мне очень нравится форма звездчатая великолепная губа необыкновенная просто такая нежная и самое главное это аромат аромат ночью аромат розы с такими чуть цитрусовыми нотками пахнет всю ночь ну просто необыкновенный аромат за этот аромат можно ей простить то что она не такого яркого цвета как на фото поставщика если вы заметили вот кончик листа почерневший она пришла с таким черненьким кончиком и он продолжает дальше лист чернить не удаляю его хочу понаблюдать остановится или нет и вот на другом листочке тоже был маленький черный кончик тоже начинает распространяться ну котлея растет в кокосе тут видно что эти вот центральные бульбы кокос уже сгнил корни явно тоже гнилые естественно буду я ее пересаживать потому что в кокосе я не оставлю хочу дождаться корней от новых ростов новых корней для того чтобы пересадить ее корешки есть но не вижу растущих как только начнется рост корней пересажу я ее с этого кокоса здесь поставщик добавил нового кокос там видимо труха была полная уже сгнила все чтобы не болтался в горшке есть вот такой засохший рост или бульба засохшие все это будет удаляться и приятный момент на одной из бульб с другого направления роста там вот в самой глубине я заметила маленький чехольчик это очень приятно снова чехла надеюсь она будет свести очень хочется на это надеяться видно не видно вот вон 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 он маленький такой треугольничек мы будем надеяться она процветет с этого чехла если пересадка не собьет цикл по крайней мере пересылка из и переезд ко мне не помешал ты котлей зацвести ну вот еще раз покажу эту красавицу нежная розовая с великолепной такой яркой губой ароматная нет слов как она мне нравится еще хочу сказать про размеры растение не крупная боль по 9 сантиметров лист 15 цветок 5 сантиметров диаметре возможно он еще увеличится трудно пока сказать вот такая вот красотка некрупная взрослая очень милая всем рекомендую и немного подождем посмотрим как перецветет цветок ну вот прошло еще несколько дней и и это честное слово котлей сюрприз посмотрите какой цвет просто удивительно я ожидал что она перецветет все таки в красный цвет а это желтый возможно сказалось перемена условий содержания потому что бутоны развивались начали развиваться в одних условиях потом была пересылка смена температурного режима сейчас она попала в другие условия и вполне вероятно что вот такой цвет это результат неоднократной смены климата но вполне возможно это и наследственность потому что в предках этой котлее есть достаточно большое количество желтых оранжевых котлей но это просто чудо какое-то она мила посмотрите какая прелесть вот можно посмотреть при различном освещении как это выглядит все равно как не освещая и она все равно желтая ну вот это естественное освещение она такая на самом деле есть очень интересная котлея будем наблюдать посмотрим какое будет следующее цветение скорее всего она может процвести и красным цветом что интересно когда я искала информацию по этой котле и в сети я нашла несколько фоток с различными оттенками цветения ну например вот я вставлю сейчас фото это фото с блюинанты это тоже оттуда и последнее фото от вихмана так что вот можно посмотреть она практически как моя котлея также выглядит либо это такой же клон либо тоже делали снимок после пересылки ну что ж дорогие мои я показала вам необычную котлею если вдруг она опять перецветет я конечно же сделаю видео выложен в своем канале а сейчас я хочу еще раз пожелать всем добра здоровья и счастья если вам понравилось видео ставьте лайк нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на канал всем пока пока пока